Привет! У меня сегодня очень продуктивное утро. Я сгоняла, привила собаку и в спокойном режиме дорисовала своего енота, потому что муж сегодня развлекает ребёнка, их нет дома, и я, короче, кайфую тут всячески. И так как все вот эти видосы в рамках проекта 365 друг на друга очень похожи, но потому что и материалы преимущественно одни и те же. И я решила разбавить всё это дело видеорядом с книгами. Решила показать вам детские книжки, которые мы читаем в последнее время с ребёнком. И вот эта книга «Три года вместе с ребёнком» — это на самом деле дневник. Здесь предлагается 365 вопросов на каждый день в году. И маме необходимо записывать, что ребёнок отвечает на тот или иной вопрос. И, соответственно, так как дети очень сильно меняются с каждым годом, их отношения к каким-то вещам сильно меняются, очень забавно наблюдать за тем, как изменяются ответы на эти вопросы, отношения к каким-то вещам. Вторая книга — это книга, которую подарил на Новый год Юле её дядя, книжка про умную собачку Соню. И эта книга на самом деле очень давно уже печатается, и многие там поколения детей на ней выросли. Кроме того, что там просто такой классный юмор, понятный детям. И, кстати, взрослым тоже эти истории зайдут, потому что там такие шутки с двойным дном на самом деле. И, в общем-то, кроме вот этой прекрасной литературной составляющей, здесь такие классные развороты. Художник этой книги Евгений Антоненков. Если честно, я вообще ничего о нём не слышала никогда, но, блин, он так классно работает с разворотами, потому что тут просто открываешь, и глаз радуется. Такая классная композиция, что вот что ни страница, то просто шедевр книжной иллюстрации. И здесь я сейчас не про художественную ценность, а именно про умение заполнить разворот. Следующая книга с ужасной типографикой на обложке. Я понятия не имею, как можно было такую прекрасно проиллюстрированную книгу с окошками испоганить такой типографикой на обложке. Ну, короче, так как я стараюсь нашей девочке показывать всё многообразие нашего мира, я решила с ней однажды поговорить про то, какие вообще есть профессии, чем занимаются взрослые люди, когда у них заканчивается детство. И мы с ней посмотрели эту книгу, пооткрывали все окошки, и я спросила у неё, кем ты хочешь стать? И она сказала то, что ей нужно подумать. Такой прям зрелый ответ. У меня всегда был заготован ответ на случай таких вопросов, что я хочу быть всемирно известным художником. И когда нам в третьем классе дали домашку написать сочинение на тему «Кем я стану, когда вырасту», я написала то, что я хочу быть всемирно известным художником, чтобы все покупали мои картины очень задорого, а мать меня заставила переписать, типа, я хочу там быть хорошим художником, чтобы спасать там мир красотой и что-то вот в этом духе. Вот что-то такое там было высокопарное. Я хочу сказать, о чём я мечтаю. Не надо, Катя. Я мечтаю быть очень красивой, чтобы нравиться всем мужчинам. И ещё, ещё я хочу ехать в красивой спортивной машине, чтобы на мне был длинный алый шар, а на сидении рядом магнитофон и маленькая собачка. Это честно. Продолжение следует...